Народ, всем привет! В конце 2022 года мы снимали ролик, какой iPhone выбрать, 22-23 Edition, и этот дайджест все еще актуальный. Но прикол в том, что в этом ролике был один момент, который неистово завирусился в ТикТоке, прям на миллионы просмотров. Вот он. На любой вопрос ответ iPhone 12. Какой взять iPhone 12? Какой Android выбрать iPhone 12? А может быть лучше Pro Max iPhone 12? А вот я хотел AirPods купить, купи iPhone 12. А у меня уже есть iPhone, возьми еще один iPhone 12 и живи в счастье. ТикТок вообще штука странная. Например, вот этот кусок, рандомный, набрал 15 миллионов просмотров. Самое правильное использование AirTag. Приехали на пикник, сунули ему в карман и вообще не паритесь. Ходите там, своими делами занимаетесь. Так, где же мой ребенок? Посмотрел, а он уже на дне реки. И поскольку в этом году Apple не порадует нас обновленным iPhone SE 3, который все неистово ждали. Думали, что вот он наконец-то на шассе iPhone XR с железом от iPhone 13. Нам сейчас красиво, ловко сделают, цену вкусную дадут. А в Apple подумали-подумали, решили, что зачем? У нас и так поляна накрыта вообще в полный рост. Тебе iPhone 12, 13, 11. И, кстати, именно эти трубки самые популярные в России. iPhone 11 это самый-самый-самый популярный iPhone, если говорить о количестве активированных устройств на сетях российских операторов. И я подумал, что в 2021 году мы снимали про iPhone XR, что это лучший смартфон 2021 года. И это было правда так. А в этом году я расскажу вам про лучший смартфон 2023. И исходя из начала ролика, вы могли подумать, что это iPhone 12, да. Но есть нюансики. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить. Самый лучший, самый дешевый, самый доступный, самый классный iPhone прямо сейчас по версии Velsacom. Поехали. Сразу скажу, что iPhone 11 это действительно великий телефон, реально очень кайфовый. И если он у вас на руках, вообще не парьтесь, он еще годик, а то и два прослужит вам верой и правдой. И Apple в этом смысле молодцы. Вот насколько было неудачное. Повторяю это который раз и буду это делать. XS поколение, оно прям какое-то. Настолько же iPhone 11 прям супер. И Pro версии кайфовые, и базовые классные. Но уже в iPhone 12 нам поставили, что правильно, OLED-экран и изменился дизайн. И ты как будто берешь вот этот вот приятный, зеленый, красивый iPhone 12. И горе не знаешь, видишь, вот в такой версии он к нам приезжает с надписью New Item. И это важно, потому что эти смартфоны сейчас доступны в целом калейдоскопе х**ни. В смысле того, что вы можете взять БУ, восстановленный, китайский, ублюдский, каких только нету. В общем, в интернете найти эти телефоны в разных совершенно конфигурациях, конструкциях и кондициях не проблема. Причем можно даже вот в таком виде, он будет типа в коробочке, все окей, но внутри там будет страшный франкенштейн. Цена вопроса решает. В данном случае у нас версия на 64 гигабайта, и это младшая модель. И такой вы можете взять прямо сейчас где-нибудь в BigGeek'е за 46-47 тысяч рублей. И казалось бы, вот он, вот он. Да, iPhone 11 стоит 37, и казалось бы, десятка разницы. Но извините, тут и большая пропасть в восприятии, да. Айфон 11 это уже старый дизайн, здесь у нас квадратный, классный. Здесь OLED-экран, здесь процессор А14, байоник кайфовый и прочее-прочее. Но проблема знаете в чем? Проблема в том, что ко мне прилетает вот такой приятный iPhone 13 в цвете Blue на 128 гигабайт. А тут сразу нужно сказать отличие этих моделей 64, 128, 256, 128, 256, 512. И в базе этот телефон стоит, ну, плюс-минус 60 тысяч рублей. Пятнашка разницы. Но проблема-то в том, что... Давайте его откроем. Во-первых, это еще Apple еще углеродный след оставляет. Понимаешь, каждый раз открывая этот телефон, вот с этим вот звуком неприятным, ты оставляешь этот мерзкий углеродный след. Нет, скотина-то неприятная, опять же. А здесь цвет, вот что тогда я отмечал, что сейчас зелененький, конечно, ван лав. Просто очень-очень приятный. Вот такой телефончик. С точки зрения комплекта у нас все супер идентично в этих устройствах. Абсолютно никакой разницы. К вам отношение такое, что купите все сами. И чехлы, и зарядки это вы осилите, так сказать, без проблем. Здесь уже Apple думает об экологии. Здесь у нас вот таких, хопа, два движения приятных. И ты такой ля-ля-ля, в общем, достаешь, и здесь приятный синий цвет. И понимаешь, все хорошо. И в чем, как бы, прикол, народ? В чем прикол всех этих историй? Давайте я вам расскажу, так сказать, на пальцах объясню. Первое, на чем хочу заострить ваше внимание, это память. 64 гигабайта в 2023 году мучительно больно. Именно поэтому сегодня базовые айфоны идут от 128. Почему? Потому что вот вам свеже активированный айфон 12. И мы видим, что у него свободно всего 50 гигабайт. Да, конечно, вы можете часть вот этого iOS-мусора удалить. Типа, GarageBand вам не нужен, и вот почти 2 гига, как с куста. Но сама система занимает в районе десятки. То есть, из 64 вам доступно, ну, типа, 49 вот прямо сейчас. И это очень грустно, на самом деле. 49 гигабайта. Просто бери и пользуйся. И, конечно, вы можете стримить музыку, вы можете смотреть там тот же YouTube. И как будто бы на телефон качать прям много не надо. Но увидели сегодня, как разленились разработчики. Оптимизация кода, это вообще не про нас. Сегодня самое вообще простенькое приложение. И весит там easy просто. Не знаю, 300-500 мегабайт уже просто как нифиг нафиг. Кэш в мессенджерах, телеграммы, ватсапы. Тоже там 5 гигов, тут 5 гигов. Короче, 64 это не приговор. Жить можно, но очень мало. И покупать себе сейчас, в 23-м году, телефон на 64 гигабайта, это прям, знаете, стеснять себя со всех сторон. Вы будете постоянно думать о том, что вам не хватает памяти. С другой стороны, 128 гигабайта. И это совсем другие вайбы. Потому что 128 уже вполне достаточно. Ну, то есть, это тоже окей. Мне, вот мне объективно, 512 за глаза. Даже 256 ок. Но 128 это вот сегодня действительно минималка. Плюс, в пользу iPhone 13 играет что? Правильно, то, что iPhone 14 ни хрена от него не отличается. Расположение камер, челка, я не знаю, ну цвета другие, но вы взяли чехол. И вот, если я вам скажу, что это iPhone 14, многие из вас скажут, да, да, вот это убираешь. Даже это никому ни о чем не скажут. Просто, это iPhone 14, все, пойди докажи. Тут процессор такой же, A15 Bionic. Вообще, особо ничего не изменилось, там по мелочи. Есть возможность отправить сообщение на спутник? Нет такой возможности у вас, потому что работает это только в США, Канаде, извините. Поэтому, с точки зрения вот золотой середины в плане цены, возможностей, перспективы, не все думают о перспективе. iPhone 13 это лучший телефон. Это хороший подарок в том числе. Кстати, сейчас же на носу 8 марта, и вы знаете, что эта тема, типа, девушкам на 8 марта нужно дарить что-то значимое, да. Мальчики могут перебиться на свои гендерные праздники чем-то, ну, не знаю, любовью, например. А девушку надо порадовать. iPhone, конечно, замечательно, если у вас есть возможность, и вы подгадали, и к 8 марта взяли iPhone 13 по рекомендации Вилсакома, вы молодцы. Но, что если я скажу, что есть классные современные девайсы, которые не потребуют от вас сразу больших денег, но при этом подарят эмоции ничуть не меньше, а в каком-то смысле и больше. Потому что это новое устройство от Sber Devices, и это Sber Boom Mini и Sber Boom. Мы делали о них рассказ, распаковку и первое тестирование. Очень понравилось, и сразу скажу, что эти девайсы однозначно очень быстро наберут популярность, потому что сразу занимают очень важную позицию в экосистеме Sber. Раз, и, конечно же, сами по себе являются очень грамотными девайсами. Два, потому что это умные колонки, именно колонки, да. То есть здесь основные функции это звук и ассистент, который состоит из трех. Joy, Afina и Sber. И это, кстати, конкурентное преимущество в смысле того, что вы можете поставить себе мужской голос. Салют. Позови Sber. Меня зовут Sber. Приятно познакомиться. Вот так вот, понимаешь? И с тобой общается уважаемый мужчина. А если хочешь обстановку полегче, говоришь Sber, позови Joy. Привет. Это Joy. Единственная и неповторимая. На самом деле, очень классный синтез, очень классный голосовой ассистент. После того, что знает все основные штуки, вы можете подключить себе за 1 рубль подписку Sber Prime на 60 дней. Туда входит и звук, и многие другие приятности. Так что сразу вы можете оценить качество, в том числе и медиатеки, а оно действительно классное. И при этом Sber Boom Mini это не просто маленькая колоночка. Она хорошо звучит и справляется со своей задачей. Более того, здесь есть еще детектор шума. То есть, это сразу несколько устройств в одном. И можете использовать и как охранную систему. Да, не очень сложно, но тем не менее. И как радионяню. Потому что нейросеть натренирована на все классические звуки, типа вой сирены, плач ребенка, разбившееся стекло, лай собаки. Вот эти все вещи. 3 990 и лампочка в подарок, умная от Sber. И 11 990, вот эту штуку берете и кайфуете. Но, если вы хотите порадовать, так сказать, и свою даму сердца, и себя одновременно, я рекомендую брать бандл Sber Boom. Сразу две больших колонки за 19 990. Стереопару их собираете, вы охренеете от качества звука. Это реально очень-очень достойно. Также хочу сказать, что прямо сейчас Sber Boom Mini доступен в нескольких цветах. И девушку точно понравится либо синий Нептун, либо марсианский красный. Большая версия тоже потом появится в других цветах. Но, в любом случае, народ, за эти деньги это очень-очень здорово. Sber провел огромную работу, очень круто развивается. И с года в год радует нас новыми продуктами. Так что, если вы все еще новичок в экосистеме умных домов, а здесь это все тоже поддерживается, понятное дело. Если вы еще не выбрали для себя голосового ассистента, то Sber Devices предлагает вам отличное решение. Если вы хотите попробовать что-то новое, тоже вариант, берете Boom Mini и кайфуете. Ссылка в описании, переходите, смотрите, какие есть варианты, бандлы и так далее. Заказывайте и кайфуйте, и радуйте своих близких не только на 8 марта. Что мы имеем в конечном итоге, народ? С точки зрения, давайте, основных характеристик. Дизайн очень похож. И здесь я бы топил только за то, что дизайн iPhone 13, это дизайн iPhone 14. А значит, актуальнее до сентября-октября не будет. И покупая прямо сейчас iPhone 13, вы еще как минимум полгода ходите с суперактуальным дизайном смартфона. Экраны одинаковые. В этом смысле TrueMotion не завезли. И в 14-м поколении тоже ничего особого не произошло. Экраны прям вот один в один. Может быть, какие-то минимальные отличия есть. Но тут даже я теряюсь. Что касается батареи. Вот тут большое-большое событие. На 2 часа больше работает iPhone 13 по отношению к iPhone 12. В разных режимах эти цифры могут меняться. Но могу сказать по своему опыту и то, что я прочитал в интернете. iPhone 13 живет дольше. Прям заметно дольше. Поэтому, если для вас это, опять же, важный аспект, учтите его при выборе. Камеры. Тут тоже большой апгрейд между iPhone 12 и 13. И в 13-шке у нас новая стабилизация. И все это замечательно. И, конечно же, чуть лучше матрица. Чуть лучше объективы, как обычно. Но я бы не сказал, что это какая-то драматическая разница. Но, тем не менее, iPhone 13 в этом смысле скакнул чуть вперед. Тут уже появляется кинематографический эффект. Не такой навороченный, как в iPhone 14. Но, тем не менее, там он особо не нужен. Вот разница между 13 и 14 iPhone, на мой взгляд, прям вообще ни о чем. То есть, там прям, знаете, искусственно вот так вот за уши притащили. При том, что процессоры одинаковые. И как Apple это объяснила? А никак. А вот просто вот пошел нахер. Вот так сказали ребята из Apple. Типа, одинаковые телефоны, одинаковые процессоры. Но в 14-м iPhone есть запись киноэффектов 4K? А в 13-м нет. И ты такой, а вот извините. Тем не менее, камеры iPhone 13 в этом плане лучше. Хорошо прям. Ну и, собственно, производительность процессора. A14 Bionic, A15 Bionic, опять же, тот же самый, который стоит в iPhone 14. И это значит, что поддержка у этого телефона как минимум на год больше. Потому что Apple придется тащить A15 Bionic и в 13-м, и в 14-м поколении. И исходя из всех этих мыслей, инвестировать прямо сейчас в iPhone 13 выгоднее. Потому что 64 мы сразу отметаем, берем по 128. И тогда разница между этими девайсами 5000 рублей. Ну, где-то 50, ну, 5, 6, 7, 8. Ну, что такое 8000 разницы? Да нет, на самом деле, конечно, разница приличная. И если мы сюда докидываем еще сразу чехольчик и стеклышко, и какие-нибудь AirPods можно взять где-то в эту разницу в том числе. Конечно, значительно. Но в чем вообще смысл этого видеоролика? Вы что, не сможете выбрать iPhone без меня? И понять, что при бюджете в 45 у вас нет варианта купить iPhone 13? А я вам скажу, что варианты всегда есть. Потому что огромное количество современных механизмов вы можете воспользоваться там каким-нибудь Яндекс.Плитом в том же Яндекс.Маркете и просто разбить цену на 4 платежа. И таким образом купить без переплаты на ценки. Это даже не кредит. Вы можете найти просто какой-то адекватный вариант в смысле бюшки. Вы можете что-то там придумать. Вы можете взять... Короче, это не та разница, которая прям драматически меняет ситуацию. То есть 5, 6, 7, 8 тысяч рублей. Ну, надо постараться, народ. Просто я вам от души рекомендую iPhone 13 сегодня. Вот с этой разницей в цене и с ситуацией по iPhone 14. Да надо брать iPhone 13 и на ближайшие годы хватит вообще за глаза. С какого бы iPhone вы не обновлялись. А большинство будет это делать с iPhone 7, с iPhone 8. Именно поэтому 11 iPhone очень классный, но у него все-таки уже старый дизайн. iPhone 13 намного в этом смысле свежее выглядит. В общем, в современных iPhone, я вам так скажу, самое сложное это выбрать цвет. Какой вам больше хочется? Блин, посыпая голову пеплом. Еще раз, iPhone 12 отличная мобила. Супер. И от своих слов прошлого декабря я не отказываюсь. iPhone 12 стоит брать и это реально крутая железка. Но iPhone 13 прямо сейчас с разницей в цене и перспективой. Вот берите его. Ну и, конечно, мы разыграем один из этих смартфонов. А какой именно, нам подскажет салют. Потому что мы сейчас спросим его, синий или зеленый. Люблю больше всего первый вариант. Он жизнерадостный. То есть синий. Ну, жизнерадостный. Синий. Наименование группы цветов. Спасибо. На самом деле, это, ну, как бы, объективно. Если уж разыгрывать, то синий. И спасибо салюту за то, что помог нам с этим сложным выбором. Народ, все как обычно, максимально просто. Ставите лайк, подписывайтесь на канал Велосоком. Пишите в комментариях. Может, вы со мной не согласны. Может, вы скажете, Варь, вот iPhone 11, это все еще топ of the top. За 37 тысяч 64 гига берешь. И вот эти рассказы о том, что не хватает, они тоже несостоятельные. Это просто... Нет, iPhone 11 тоже классный. Вот, блин, я тут не начинаю теряться. На самом деле, Apple, объективно, сама себе устроила какой-то очень сложный прикол. Потому что и 11, и 12, и 13 iPhone, они все три кайфовые. Понимаешь? И впервые, наверное, за долгое время я не могу вам прям железбетонно сказать, что вот это да, и все. Они все классные. И, наверное, правда в том, что и 11, и 12, и 13, и в 23 году можно брать вообще не пари с учетом их стоимости. Но! Если сложить, вычесть, умножить и поделить, и все вот эти основные моменты вычленить, то iPhone 13 с точки зрения всех аспектов, он, ну, просто более взвешенный с точки зрения цена, качества, перспективы и так далее. В общем, все, о чем я уже сегодня говорил. Ну, вот так вот. И, конечно же, подписывайтесь на наш Telegram-канал, там же жмыкайте кнопку участвовать, и через неделю кто-то из вас станет счастливым обладателем iPhone 13 в синем цвете на 128 гигабайт. С чем я нас всех поздравляю. А также девушек с наступающим 8 марта. Напоминаю, что Сбербум и Сбербум Мини, также по ссылке в описании, выбирайте и дарите своим близким. Спасибо за внимание. Как обычно, надолго не прощаюсь. Пока.